Привет друзья, первый образовательный канал продолжает свою работу. Меня зовут Игорь Черский, моего друга и спонсора зовут Николай Фритак. Привет дружище. Привет дружище. Помимо того, что Николай спонсирует и поддерживает мой канал, закупает все эти образцы, он в общем-то свободный от этого времени, в общем-то занимается юридической деятельностью и все это происходит под вывеской Фритак и сыновья, собственно в этом же самом офисе, в котором мы и снимаем. Мы снимаем, естественно, в выходные, а в будни здесь вовсю работают Николай и его сотрудники, которые приносят огромную пользу людям, которым нужны юридические услуги. Но самое главное, друзья, помимо того, что я адвокат, у меня есть собственный канал, на который вас призываю подписываться, Фритак Медиа, там вы найдете юридический контент, экономический, а также там запущена шикарная серия про виски вместе с Иркином Туз Мухамедовым. Ну я бы не сказал, что она прямо запущена, она у вас в разгаре, продолжается, вы не бросаете это дело, что очень важно. До конца года тема уже расписана, да. Да, очень хорошо, то есть будут новые выпуски, да? Да. Мы не будем рассказывать о чем, да? Нет, оставим это тайной, подписывайтесь, кто еще не подписан, тоже смотрите, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Да, а вот то, что у нас стоит сегодня на столе, это еще один повод поставить Николаю нерукотворный памятник, потому что Николай поехал в магазин Перекресток и, скрипя сердце, купил виски ценой до 2000 рублей. Почему мы это делаем? Ну, во-первых, да, нам самим интересно, есть ли в бюджетном сегменте сейчас, да, нормальные виски, когда мы уже знаем, что, в принципе, нормальные виски сейчас начинаются где-то от 3500, да? Как главная задача, да, найти ту замену, которая пришла ушедшим брендам именитым. Да, и несколько раз нам это уже удавалось, вот, и в выпусках, например, из Венлаба, вот, были очень симпатичные образцы, и потом вы, наши дорогие зрители, это подтверждали, то есть писали в комментах, да, что вот мы попробовали, были приятно удивлены, что при такой низкой цене действительно хороший, там, я не помню, что там Клифалин был, еще что-то там, ну, были какие-то. Вот, и что самое главное, да, Николай покупает виски, которые мы доселе не видели, то есть я не думаю, что вот какая-то из этих бутылок вам знакома, вот, разве что Дарроу, да, вот, где-то мы, по-моему, это уже пробовали, я, убей бог, не помню где, поэтому, если кто-то помнит, в каком-то ролике было, напишите в комментариях. Просто мы не вспомнили, но, кстати, мы помним, что у нас был обзор виски из-за перекрестка, я думаю, тоже, друзья, это помните, но там был ирландский виски. Да, там было 9 бутылок ирландского виски, и мы соображали на троих с Юрием Юрьевичем, так что была такая дегустация, вот, и мы каждый раз, да, мы пытаемся учитывать ваши пожелания, и в данном случае вы видите, что мы разлили заранее, да, мы разлили заранее, чтобы они продышались, потому что, как показала клиническая практика, очень часто, да, когда ты эту бутылку откупываешь, наливаешь сразу и пробуешь пить сразу, тебе в нос ударяет ацетон, там, что-то еще, ну, видимо, потому что не очень часто, тщательно отбирают все вот эти, там, хвосты, голову, что там, ну, короче, ну, потом все эти миазмы, они выветриваются, вот, и остается более-менее какой-то чистый натуральный аромат, вот, то есть, если вам что-то там дико не понравилось, вот, а потом, ну, вы отставили эту бутылку, а потом вернули к ней, там, через две недели, и вдруг вы пробуете, ну, вроде ничего, но это просто там, потому что уже что-то она продышалась, что-то там изменилась, ну, и так далее, там, подобное. Как ты обращу внимание, мы, когда делаем обзор из разных крупных сетей, я покупаю виски, который не повторялся в прошлых наших обзорах, и вот, если не брать воню Дерру, который мы, по-моему, где-то все-таки дегустировали, может быть, в красном-белом, может быть, в ароматном мире, сейчас это вспомнить не можем, все остальное однозначно у нас, точнее, на канале у Игоря Щерского не было, и, как я точно радую, это говорит о том, что у Перекрестка очень широкий ассортиментный ряд. Это точно, и уж тем более этого не было на канале у Николая, потому что они с Иркином дегустируют более качественные напитки, чем у меня. Ну, такое вот у нас разделение труда. Ну что, значит, у нас сегодня будет слепая дегустация, то есть, мы сейчас отвернемся, придет красавица Нонна, все нам перемешает, но будет перемешивать парами, то есть, чтобы они как бы совпадали, мы пробовали одинаковые. Вот, в конце мы озвучим результаты, заполним табличку и выясним, все-таки, ну, какие из этих виски вот наиболее приличные, вот, ну, и по цене и качеству самые лучшие. Отворачиваемся. Катя, верю, что все виски будут хорошие. Спорим? Спорить не готов? Я верю. А я готов усомниться. Ну, хорошо. Отворачиваемся. Вот, какая красота у нас получилась. Ну что? Приступаем. Приступаем. Катя, причем у нас такая не очень честная дегустация, потому что видно, что это Дероо, самый темный. Ну, видно, да, но... На оценке будет тот самый, честно, друзья. Абсолютно. Это никак не повлияет. Потому что мы никак не привержены. Кстати, коньячный какие-то ароматы, тебе не кажется, что у него больше коньяк напоминает? У нас, кстати, с тобой уже это было, потому что вот этот вот Black Ram, помнишь, болгарский этот, виски, да? Вот, он нам не понравился, как виски, вот, но как коньяк он вполне ничего, он на коньяк больше похож, чем на виски. Вот, и за свои деньги народ признал, что, ну, так, ничего. Мне кажется, на коньяк он не тянет, слишком слабенький. Ну, он и на виски вообще очень слабый, да. Ну, такое. Слабенькое, водянистое, похожее на такой не очень хороший чай. Это можно пить в коктейлях. Да, в коктейлях может быть, но с чем-то таким, чего, в общем, забивает виски. Ну, я не знаю, какое это пока место, но, наверное, типа, в середину куда-нибудь. Ну, не треш, то есть тут нету никакого криминала, но... Вот, уже запах получше пошел. Серьезно? Хотя цвет у него самый, самый прозрачный, вот самый. Ты уверен, что получше? Ну, мы не говорим получше, да. А ты можешь раскрыть мысль получше? Это вот какой он? Ну, он уже пахнет виски твердо. Твердо, ну. Ну, запах такой, что он не очень выразительный. Легкая цитрусинка какая-то тут попадается. Слушай, ну, какой-то он... Ну, совсем такой слабенький, слабенький. Тоже особого криминала нет. Есть легкая вискарная нотка, но такое впечатление, что тут... Обычный вискарь разбавленный раза в два, да? Совершенно так и сделали, да. Просто выгнали, выдержали три года. А с собой с бочками не парились. Скорее всего, обычно дубовые. Слушай, ну, сорок градусов ему не дашь, он не обжигает. Скорее всего, даже не обожженная, потому что цвет такой очень слабенький. Да, у них у всех. Вот кроме этого Дароу, они все такие, да. Но, наверное, зато бескрасительные. Приятно. Вот опять какие-то коньячные ароматы меречатся. Ну, такие сладко-цветочные, конфетные такие. Ну, вот это поинтереснее чуть-чуть. Да, и вкус такой побогаче. Вкус побогаче, более насыщенный, да. Ну, уже, ну, это виски, по крайней мере. Ты понимаешь, что это виски? Живую, скорее всего, не разбавляют. То есть, давай пока я тут куда-нибудь вперед зайду. Ну, на самом деле, у виски, который имеет слабо выраженный аромат и слабо аромат вкус, есть большое преимущество. Его можно использовать под еду. Это да, он гастрономичный. Ну, это почти как водка. У него же нет особого там. Ну, если она не ароматическая, чистая. Слушай, все-таки мы не зря им дали подышать, видишь? Никаких посторонних таких мы не чувствуем. Ничего как красочного. Даже если оно и было. Но аромат довольно слабенький, кстати. Может быть, из-за этого, может быть, они, да. Запах дуба чувствуется. Чего? Запах дуба чувствуется. Дуба. Такая легкая дымность. А мне что-то груш имеющиеся. Ваше здоровье, дорогие друзья. Однозначно первое место. Серьезно? Да. Ну, куда я перепробую? Ну, Игорь, знаешь, виски, да, ваш вкус такой не самый благородный, но это хороший вкус виски, ощущаю прям. Ну, так и в том тоже виски нет. Все-таки виски должно пахнуть и иметь вкус виски, а не просто спирта. Хорошо. Так, рецепторы не забывай полоскать. Тоже хороший запах. Куда так торопишься? Я хочу вскрыться быстрее, посмотрите. Вскрыться? Ну ладно, подожди, может они окажутся хорошими, не надо будет вскрываться. Ну, тут что-то с ароматом, ну, тоже очень-очень слабый. Мы, наверное, очень сильно дали им подышать. Не, это что-то вот самогон с самогоном. Самогон чем-то, да. Ну, ну такое, не, не хочу. Тут вообще почти нет аромата. Вкус вообще, вообще никакой. А мне нравится, какая легкая конфета чувствуется. Не, ну это какая-то очень сильная разбавная штука. Да, это ужас. Ну это не самогон, конечно, то есть это предпоследнее. Никакого вкуса нет, да. Не знаю. Все, конфетку улетела? Улетучила? Конфетка улетучилась, да. Как в том фильме? Хочешь конфетки? На эту. Вот странно, аромат ушел, а спиртяги какой-то попахивают. Забавно. Ну это тоже, это, вот это, наверное, самое ужасное. Нет, он не самый ужасный, он немножко, конечно, спиртуозный. Но в отличие от вот этого, где вообще никакого вкуса аромата не было, я ставлю его пока вот на такое место, предпоследнее. Друзья, ну тут нечего обсуждать, если честно, потому что такие нейтральные запахи, нейтральные вкусы. Слушай, я никогда не пробовал на вкус шнурки, но мне пришли, конечно, что это именно оно. Нет, вот я куда-нибудь в хвост его поставил. Ну, они где-то у нас только, разделят последнее место. Так, и последний этот образец. Ну, аромат слабый, но что-то такое нормальное присутствует. Ну, какой безликий, бесцветный, бескусный. Криминал не вижу, ну, куда-нибудь, наверное, на какой-нибудь, может быть, давай узнаем. Друзья, это на самом деле хорошие, купажированные трехлетки, могу вам сказать. Не хуже Белса, не хуже Белой Лошади, не хуже Титчерса. Нет, хуже Титчерса. Ну, ты как-нибудь... Нет, ничего лучше Титчерса здесь точно не... Нет, сейчас Игорь вспомнил, Титчерс 90-х, скорее всего. А ты хочешь, когда он сильно изменился? Он стал хуже гораздо, безусловно. Точно? Доказанный Аркеном и Фртаком. В их обзоре Виски Титчерс. Ну, я же его только визуально смотрел, я же не пробовал. Что, реально мой любимый Титчерс стал хуже? Его испоганили просто, да. Он перестал быть длинным? Я хоть принесу, ты попробуешь. Старый или сыновый? Так. Да. Ну что, надо перепробовать, мне кажется. Не, ну, учитывая, что мы ищем замену ушедшим крупным брендам, это замена. Это замена Белсу, замена Белой Лошади, это замена Титчерсу, замена Маквакей. Поэтому... А они прям все ушли, их нету? Ну, они есть, на самом деле, стоят дороже просто. Ты имел в виду Уайт Маккей? Уайт Маккей, да, я извиняюсь. Ничего. После восьмой рюмки? Да нет, после стольких дегустаций с аркином, они, наверное, все уже там перемешались. Да, друзья, конечно, мы определяем что-то приличное в бюджетном сегменте. Вот сложно по нынешним временам за эти деньги находить что-то классное, но мы пытаемся, по крайней мере. Вот. Но я вам должен сказать, что прям вот откровенные отравы среди этих восьми, ну, не знаю, вот сейчас я финальный. Нет, я считаю, что все вот, знаете, на своем уровне находится, друзья, потому что до 2000 рублей по современным временам найти, конечно, виски, которые пах бы и вкус был потрясающий, ну, просто невозможно. Но мы в Винлабе-то находили. В Винлабе, там просто, да, там был хороший сочный запах, да. Там это было. Ну, сложно мне сказать. Сейчас я еще по поводу первых мест. Когда я сейчас такую мысль выскажу, вот я вспоминаю нашу дегустацию ирланских купажей, которые мы с Витечем проводили. Да, да, да. Тоже, кстати, купажи были в магазине Перекресток, и там, я вот напомню, они все были очень цветочные, очень ароматные. Поэтому даже, знаете, может быть, может быть, хотя даже, друзья, за эти деньги лучше искать ирланские купажи равной виски, потому что они дешевле, они не такие раскрученные, не такие модные, как скотчи. И, видимо, в деньгах поэтому дешевле. Ну, кстати, у меня на канале была отличная подборка ирландских виски от компании. Это Вискорг, да? Да. Ну, как отличный, но... Но он дороже. Нет, они дороже, но там, по крайней мере, уже нормальное качество. То есть, как бы, я не могу сказать, что это прям вот вышаг, там это прям супер, но вот они были неплохие, я бы сказал. Вот, и уже зрители, кстати, которые посмотрели, они уже присылали свои, в общем, отзывы, вот, многим понравилось. Вот, и там, кстати, по-моему, до сих пор действует промокод Черский, вот, при заказе выбиваете и получаете скидку. Так, кто это у нас? Это у нас Лудинг. В Лудинге мы получаем скидку, по-моему... 40%. Типа того, не помню. Ну, слушай, я уже запутался, потому что с кем... Я помню, как твой зритель, я знаю 40%, по промокоду Черский. Отлично. Слушай, ну да, действительно, сложно, конечно, выбрать, кто из них. Когда я ставлю на первом месте Виски, который, может быть, не обладает таким, знаешь, вот глубоким вкусом, благородным, но хотя бы вкус есть. Я вообще удивляюсь, как ты это пьешь, учитывая, ну, в общем, твои эти предпочтения, вот этот Глент Фаркласс, там, всего остальное. Ну, почему бы не пить? Все-таки я тоже пью в разном обществе, в разных местах. Поэтому не всегда я выбираю то, что наливать в бокалы. Ну, в данном случае я тебя не заставлял, ты же сам все покупал. Нет, мне просто самому интересно, друзья, потому что я вот, как и вы, хожу по магазинам и заметил, что пришла замена знаменитым брендам крупным, и захотелось попробовать, чтобы понять, что нам предлагают наши уважаемые торговые сети. Ты знаешь, что мне кажется? Мне кажется, что со временем, вот среди этих замен, особенно которые удачные, да, начнет повышаться качество, да, и они вытеснят те бренды, которые ушли. То же самое было, да, кто из нас думал, да, что корейские или китайские автомобили, они, в общем, станут пользоваться популярностью и станут качественными, да? Никто же в это не верил, вот, но мы все знаем, как... Я помню китайские машины образца с 1,2-х, 5-6-й год. Ну да. Да, их покупали какие-то очень смелые люди. Грейтволл какой-то там, Дир, вот, ужас был. Ну что, я, по-моему, определился, а ты? Знаешь, я пока не определился, но, честно, я доволен, на самом деле. Я понимаю, что сейчас действительно найти за 2 тысячи, хотя здесь и полторы тысячи есть, и даже менее тысяч рублей есть в образце, я считаю, что хорошо. Ну, мне кажется, самое время попросить подать твой ноутбук, чтобы мы уже начали, как бы, заполнять нашу таблицу с финалистами и с этими. Ну, кому ж так еще попробую. Ноутбук, конечно, вот вам подали, большое спасибо. Но надо еще подумать. Что же, этот твой макбук яблочный еще не заменили на откусанную грушу, нет? Наш макбук, к сожалению, замены нету. Еще пока не могу найти. Нет, ну, надо, наверное, будет, ну, слушай, наверное, появятся какие-нибудь эти армянские с надкушенным гранатом. Еще нет. Вообще хороший весь код, третий почему-то у нас стоит. Сейчас со вторым его сравню. Никогда не думал, что ты так увлечешься дегустацией бюджетного сегмента. Но, с другой стороны, ты... Слушай, я просто, как и ты, езжу по стране, вот, бываю в разных местах, в городах и в весях, и не всегда с собой вожу запас виски. Приходится заходить в обычные магазины где-нибудь, там, в Томбове, в Воронеже, в городе Миллерово, Ростовской области. Прекрасный город, кстати. Я помню, как в этом городе мы возвращались с югов, с моря, и у меня в «Жигулях» начала стучать шаровая опора. Ну, те, кто когда-нибудь ездил на «Жигулях», на классике, да, знают, что такое там шаровые опоры. Если начинают стучать, то, скорее всего, в какой-то момент у тебя его просто вырвет колесо, и оно вот так вот вывернется. Вот, и, ну, я испугался за жизнь своей прекрасной жены. Вот, и это было два часа ночи в Миллерово. Мы заехали на заправку. А вы на море ехали, наверное, да? Нет, мы ехали с моря. То есть машина была груженная максимально. То есть не только тот багаж, который мы везли, но какие-то фрукты. Это твоя знаменитая «Тойота». Нет, это была моя знаменитая красная «шестерка» «Жигулей», которая была еще на газ переделана. В 90-е годы вообще. Ну, типа 97-е или 8-е, не помню. Вот, и, короче, в два часа ночи в этом Миллерово мы заезжаем на заправку. Вот, и я спрашиваю, говорю, послушайте, ну, конечно, я понимаю, что ночь, а нет ли у вас какого-нибудь автосервиса? Ну, мы, в конце концов, дождемся утра, когда он откроется. Они говорят, нет, а зачем вам ждать утра? Мы сейчас позвоним, приедет. То есть в 90-е каком-то седьмом году, да, ты можешь себе представлять, когда в два часа ночи приедет мастер к тебе. Ну, странно звучит, правда? Тем не менее. Ну, думаю, жутковато немножко. Ночью на трассе. Да, какая-то заправка, не лукойл какая-то, ну, абсолютно местная левая заправка, там тьма, один фонарь светит. Вот, и, короче, она говорит, я сейчас вызвал приедет. Через 10 минут приезжает Volkswagen Caravella, ну, микроавтобус, да, вот, вылезает механик в комбинезоне, вот, и говорит, здравствуйте, что у вас шаровая опора? Да, сейчас поменяем, там, займет 15 минут. Вот, он за 15 минут поменял шаровую опору, поставил новую, все, там, стоило каких-то нормальных денег, адекватных, да, вот, с тех пор я до сих пор с благодарностью вспоминаю вот этот населенный пункт Миллерово. Сам населенный пункт я не видел, я даже не знаю, это поселок, город, там что-то. Это горы, я там был, у меня там был процесс, вот, я тоже возвращался из Миллерово, я поехал на машине на этот процесс, ехал на Порше, и на обратном пути у меня пробило заднее колесо. А, то есть это... А у Порше они задние колесо, они шире передних, это вообще такая огромная бандура, найти взамен вообще просто нереально, я очень благодарен тоже придорожному автосервису, который смог мне от колесо отремонтировать на какие-то, в общем, как-то заплатку, какой-то там усилитель вставил, я спокойно доехал до Москвы. Слушай, ну тогда надо с благодарностью вспомнить тульский шиномонтаж, потому что мы как-то ездили, был слет этих любителей мини, мини это автомобили, не юбки, вот, и было десятилетие клуба, вот, и нас туда позвали как журналистов, вот. Вот, и я впервые узнал, что в мини нет запаски, что в мини есть этот Runflat, ну у них шины Runflat, которые, типа, ну, они, ну, типа, не должны пробиваться или что-то там, не помню. Вот, и, короче, вместо запаски там есть баллончик с какой-то грёбаной пеной, которую ты, типа, пшикаешь, и она заделывает дыру. Но в Туле на дороге лежал кусок железа, который нам пропорол просто половину этой покрышки, вот, и пена, она просто, ну она вся вышла наружу, и всё, и мы станем как дебилы, да, так нашёлся в Туле, да, шиномонтаж, там, местная какая-то левша, который умудрился вот эту покрышку зашить там чуть не крестиком, да, замуровать каким-то там резиной, короче, мы потом на этой покрышке доехали потом обратно до Москвы, слава богу, вот. То есть мини-прекрасный автомобиль, но вот запаску туда надо класть, вот, я считаю. Да, мы с тобой увлеклись. Мы с тобой что делали? Дегустировали виски, правильно? Да. А не автомобили, правильно? Открывай тогда свой, этот, ноутбук. Судейская табличка. С судимостями. С судимостями. Не, ну у тебя тут все виски-то, сроки небольшие, три года, типа, за что нас три года дают обычно? Три года дают по 135-й, часть первой, там ещё до двух лет, это развратное действие в отношении несовершеннолетних. Ты ничего приличнее придумал. Ты понимаешь, да, что теперь вот со всеми трёхлетними висками будет ассоциироваться статья о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Но, кстати, в этом есть доля правды. Потому что, когда магазины за две тысячи продают несовершеннолетним вот это вот, да, а несовершеннолетним, в данном случае я считаю, ну, не тех людей, которые реально несовершеннолетние, да, а те, которые только делают первые шаги в виски, да. Человек приходит и покупает, там, за, там, небольшую сумму, там, 1500 рублей или сколько, да, бутылку в виски. Он же потом будет думать, что виски – это вот оно и есть. Я считаю, что это развратные действия. А помнишь, наша первая с тобой серия в мае прошлого года, как раз я говорила, свой путь в мир виски. Да. Да, мой первый любимый виск – это был Джек Дэнилс номер 7. Помню, да. Я вот считаю, да, и это надо, я думаю, что надо поменять законодательство, вот это ввести вот на законодательном уровне, что если приходит человек, со скольки у нас разрешена продажа? С 18. С 18. Приходит 18-летний человек, вот от 18 до 20 должна быть скидка на дорогие виски. Процентов 50, чтобы молодежь могла приобщаться к хорошему. Потому что, ну что студент себе может купить? Какой-нибудь трэш там, да, какой-нибудь фоунерс, да, ну, еще какую-нибудь мерзость, да. Он же будет думать, что весь виски такой, а он же нет. Ну, я думаю, что до 18 лет – это нормально. Ну, хорошо. Так, открыл табличку, давай скрываться. Давай. Так, номер один по версии Николая Фритака. Номер пять. Номер пять. Твой лидер – это… Ярдхэт. Крабис Ярдхэт Сингл Малт Сконч Виски. Хорошо. Друзья, я потом про каждую бутылку зачитаю отдельно, мы пока просто номера стоим. У меня номер один – это номер четыре. Номер четыре – это… Голд Бен. Голд Бен. Господи, если бы я знал, что он так называется, я бы никогда не дал ему первое место. Хорошо. Так, номер два, у меня номер три. Так, номер три. Это Хайланд Почер. Хайланд Почер. Что такое Почер? Ты не помнишь? Не помню, нет. Окей. Так, у меня номер два. Ты ему двоечку поставил же, да? Это у меня номер три. Он же. Слушай, у нас с тобой совпали мнения по поводу этого. Тогда, видимо, он действительно неплох. Так, номер три, кто у тебя? У меня это номер один. Это Бен Коки. Бен Коки, господи. Почему я так люблю слово Бен вообще? Покажи его на камеру. Пожалуйста. Я еще покажу, когда я буду зачитывать. На, забирай. Мы сейчас пока с тобой балуемся. Обратите внимание, что у Бен Коки такая же бутылка, как у этого на крае у нас стоит. Да, похоже. О чем говорит? Ну, это мы выясним, когда будем читать этикетку. У нас есть такое упражнение, чтение этикеток. Так, у меня номер три. У меня номер три. Это шесть. Это шесть. Это здорово. Да, вот это вот. Так, номер четыре. Кто у тебя? У меня номер семь. А у меня номер два. Значит, себе ставь. Номер семь. Это банк-холл. Ты ему ставишь четверочку. Банк-холл. Это вот этот? Да. Да, банк-холл. Так, у меня номер четыре. Это два. Это... Это роял крест. Нет, нет, нет. Вот это. Роял крест. Королевский крест. Что это означает? А королевский нолик есть? Так, ладно. Четыре. Так, пятая. Кто у тебя? У меня номер четыре. Это голдбенд. Голдбенд. Так, ставь. Который такой первой был. Интересно даже. Почему Черского на первое место поставил? Ты лучше мне скажи, почему бы четыре поставил, а не пять. Пятое место ему ставь. У тебя уже две четверки. Это пятое место, да? Да, да, да. Глаз да, глаз за тобой нужен. Так, пятое, да, мы сейчас определяем? У меня это номер один. Это вот этот вот. Это Бен Кохи. Это Бен Кохи, да. Так, мне не сильно разошлись. Так, шестое. Номер шесть. У меня номер четыре. Так. Это Голдбенд. Голдбенд. Шестерку ему рисуем. Так, а у меня номер шесть. Раз, два, три, шесть. Это восемь. Это последний вот этот вот пикблэддер. Господи. Свиная кровь, как это переводится? Господи, что это за ужас? Кто придумал эти названия? Слушай, генератор каких-то случайных слов вообще английских? Или что это? Ужас. Так, ставлю шесть баллов, да, ему? Да? От тебя. Да. Так, пошли по семерке. Так, номер семь у меня номер два. Это Роял Крест. Да, ставь второму семерку. Молодец. Так, у меня номер семь это семь. То есть это совпадает от вот этот вот Бен Холл. Бен Холл, да. Так, и последнее место у тебя кто? Номер восемь. Пикблэдер опять. Он и есть восемь, да. А у меня номер пять. У тебя номер пять, да, ярхат. Да, восемь кто рисует. Друзья, прям мнения очень сильно разошлись. Подожди, где-то они у нас совпали. Они у нас совпали единственный по вот этот Хайланд Пучер, который у нас с тобой получил по двойке. Да. Я думаю, что это будет первое место сейчас, да? Да, это будет четыре балла. Сейчас подсчитаем баллы. Да, давай. Так, Бен Холлки набрал восемь баллов. А у тебя четверка-то просто проставила? Бройл Крэс набрал... Четверку проставил? Все, проставил, да. Хайланд Пучер набрал у нас четыре балла. Голлбэн набрал семь баллов. Ярдхэт набрал у нас девять баллов. Эта-то восемь. Мы сейчас по цену посмотрим. Эта-то набрал одиннадцать. Тоже одиннадцать совпало. Самый худший, это Пик Блэддер набрал четырнадцать. Четвернадцать баллов, да. А он у нас, собственно, в последнем месте стоит. Кажем самый дорогой в этой выборке. Серьезно? Удивительно, да? Да, он почти две тысячи стоит. Тысяча девятьсот ненужных. Так. Так, ну теперь по традиции о каждом подробном. Так, где у нас... Не, места выберем. Да, давай места. То есть на первом месте у нас стоит безоговорочный лидер. Это Хайланд Пучер. Да, внезапно. Первое место. На втором месте у нас Голд Бен. На третьем месте у нас Дэроу. А, вот. Нет, Бангкоке набрал тоже восемь баллов. Что дешевле? Бангкоке дешевле. Это третье место. Дэроу у нас на четвертом месте. Так, дальше девять баллов. Это Ярд Хэт у нас пятое место. Одиннадцать баллов набрал у нас Ройл Крест. И Бен Холл. А по деньгам Ройл Крест 750 рублей. А Бен Холл 1949. Да, ну понятно, что у этого пятой. Так, шестой. Шестой, да. Седьмой. И Пик Блэдер у нас на... Самый отвратительный. Восьмом месте. Сеушный самогон, который, да? Удивительно. Почему он самый дорогой? Вот уж не знаю. Хотя у меня на последнем месте пятерка. Это, соответственно, кто вот этот вот. Но не шут. Так, ладно. Теперь давай оглашать вообще, что мы пили. Значит, номер один. Первое место он занял Хаилл Пошер. Передай мне, пожалуйста, бутылочку. Вот она. Вот эта бутылка, дорогие друзья, которая у нас уступала под номер три и заняла первое место. Значит, что это у нас? Блендед скотч виски. Хорошо. Значит, купажированный Хаилл Пошер. Состав дисселяты выдержанный висковый, солодовый, зерновой, вода питьевая исправная, пищевой краситель. Срок выдержки три года. Изготовитель Хейл Вуд Артисанал Спиритс, Соединенное Королевство. Крепость 40, объем 0,7. Цена у него 1600 рублей. На первое место отправляй. Вот он, наш красавчик Лизи. Так, второе место. Голден Бен. Это у нас номер четыре бывший. Так, Голден Бен. Вот он. Прекрасно сбалансированный, да. Давно не видел чего-нибудь настолько хорошо сбалансированный. Виски шотландского пажированный, Голд Бенд. Место происхождения дисселят в Шотландии. Срок выдержки три года дубового в бочках. Состав... Ну, состав у них везде одинаковый, так что можно... А, нет, там был... Да, ну да. Виски выдержанные дисселяты зерновые, солодовые. Вода подготовленная, исправленная. Краситель сахарный колер. Так. Где это сделано-то? Где это сделано, они почему-то не пишут. То есть тогда, наверное, в России. Объем 0,7, крепость 40. Изготовитель группа АВВ с полка ЗУ. Короче, Польша это. А импортер Лабас, Россия. Короче, это польские виски. Внезапно у нас занял второе место. Прикольно. Держи. Так, номер третье место у нас занимает... Конечно, поляки очень хитрые, да, получается? Санкции вводят, поддерживают оружие, поставляют Украине. Да, да, да. И тут же нам гонят свои виски. Слушай, ну, может, он какой-нибудь отравленный? Поляки, молодцы. Ну, ты же не забываешь, где полугар делается? Поставки полугара не прекратились? Прекратились, кстати. Да? Дальше не завозят, да. Вот в этом сущность Польши. Ты видишь, хороший полугар они нам поставляют. Перестали, а виски, не самые качественные, но, тем не менее, занявшие второе место, они поставляют. Так что, рано ты их похвалил. Хорошо. Виски шотландский купажированные Бен Коки. Подожди, а этот польский тоже шотландский называется? Это все шотландские спирты, безусловно, да. Просто разлит в Порше. Безусловно, нет, мне нравится слово «безусловно». Понимаешь? То, что до двух тысяч разлита в Порше, это безусловно шотландский. Это шотландский купажированный виски. Завезли в цистернах и там разлили. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, но состав у них везде одинаковый, не буду повторяться. Так, значит. Изготовитель, дистиллерий, тисендер, что это? Франция, удивишься. Вот. А импортер тоже торговый дом «Лабаз». Так, то же самое. 0,7, 40% спирта. Это у нас Франция, третье место. Так, цены я не отзвучивал. Так, значит, польский голдбенд у нас стоит 1300 рублей. А Франция, Бен Коки, а, тоже они одинаковые стоят. 1300 рублей. Оба два. Так, а первое место у нас сколько стоит? 1600. 1600, да? Вот. Ну, то есть, смотрите, за 1300 рублей вы можете купить вискари, польские и шотландские, ой, польские и французские из шотландских дистиллятов, которые, по крайней мере, всякие лучше нашего фоулерса. Я, правда, не помню, сколько фоулерс стоит. Но помню, что это было что-то ужасное. Так, движемся дальше. Номер четвертое место у нас Дароу. Вот этот вот самый Дароу. Вот. Шотланд, который наши наверняка будут люди называть здоров. Типа здорово. Так, ну то же самое. Спирта 40. Выдержка 3 года. Состав такой же. Так, кто его делает? А вот тут изготовитель шотландия, будешь смеяться. Вот. А импортер Руст Инк. Инк вообще-то чернила. Ну ладно, ничего. Так, Дароу у нас стоит сколько? 1700 рублей. Четвертое место. Так, следующее, пятое место. Это Ярд Хед за 1700 рублей. Так, где у нас Ярд Хед? Вот этот, да. Вот этот. Большой, да. Изучаем. Так, ну конечно, тоже шотландский, тоже односолодовый, тоже 3 года. А, хотя односолодовый написано, да? Лекупажированный. Односолодовый? Внезапно. Да. Но он нам почему-то не так сильно. Ну это круто. Круто, да. Так, и круто, что изготовитель. Катя Майя Хед занял первое место, друзья. Изготовитель, собственно, в Шотландии. Куш не пропьешь. Да, и вот. Так что импортер некий Хейвуд. Те же 40 спирта, тоже 0,7. Вот. Но ты видишь, вот как бы у нас какое-то место. Пятое, да? Потому что ты его поставил на 8 место. Совершенно несправедливо. Ну не знаю, может мне не понравилось. Вот это пятое место? Попробуй его сейчас, да. Как тебе? Не очень. Ну может это, конечно, не самая жесть, но... Пройдем на первое место. Солодовые виски. Очень хорошо. Ну правильно, ты пробуешь первое, я последнее. Да, конечно, у тебя очень хорошо. Чему ты удивляешься? Так, шестое место. Роял Крест. Не, подожди. Подожди, где у нас? Вот, до Роя тоже поставил. А, да. Роял Крест, шестое место, он там и стоял, да? Да. Вот он. Роял Крест, господи. Тоже. Но это был экупажированный, да, это не односолодовый. Так. Мест происхождения дизелят в Шотландии. Те же 40% спирта. Вот. Где сделано-то, господи? Друзья, перебью Игоря. Это односолодовый виски. По-моему, это самый доступный по деньгам вариант односолодовый виски. Тысяча семьсот рублей. Я сказал, что он односолодовый, да. Ну, круто, так круто. Я его сейчас еще перепробую ради тебя. Так, короче, вот этот вот продукт итальянский. Ну, то есть, привезли из Шотландии, разлили в Италии. И торговый дом Лабас нам его привез. Вот. Но, как ни старался, торговый дом Лабас. Шестое место. Так, седьмое место. Так, я сказал, как он стоит? Роял Крест, где он там? 750 рублей. Вот, он у нас самый дешевый, правильно? Да. Да, но не самый лучший, к сожалению. Вот если бы он занял первое место, тогда это была бы находка. Так, седьмое место. Это у нас Бен Хо. А, они у нас, собственно, так и стоят уже. Как-то, видимо... А, это даже не мы, это наши операторы, их ставили по красоте. То есть, они выставляли по красоте, просто по картинке. Но при этом эти парни угадали самые худшие. Ну, ладцы. У них чутье на самое худшее. Вот, они прям сразу чувствуют, что где-то... Ну, видимо, гласно, самое худшее. Учитывая, что они все-таки операторы, а не звук у режиссера. Так, вот это, кстати, тоже односолодовый. Вот тебе пример того, что односолодовый, это не значит хороший. Однозначно. Так. Янтарные виски, выдержанные в бочках из-под бурбона, с ароматом ванили и риски. Вот тебе тут конфетка где-то мерещилась, а потом пропала. Помнишь, это проникнет. Вот. Так. И где это сделано? Изготовитель. Хейлвуд. А, ну, Шотлайд, где-то. Нормально. Хорошо. Так, импортер. Хейлвуд. Окей. Так, те же 40 градусов, все одинаковые. Так. Солдовый сезон, это, конечно, круто. Мне кажется, какой-то обман. Нет, этот стоит 1949, извините. Нет, Банн Холлсок стоит. 1949, я бы уже недавно посмотрел. Это кубажированный у тебя стоило 750. Роял Крест. А этот стоит, ну, почти 2000. Видишь, у них до выдержка в бурбонных бочках происходит. Да, я сказал. Ну, ладно. Ну, с натужиной, очень хорошо. Нет, ну, если ты это повторил, тогда точно бурбон будет. Так, и последнее место, самый дорогущий, который стоит 2000, 1999 рублей. Это вот Пик Блэддер, с чудовищным еще названием. Пик Блэддер, это, наверное, кто это? Выпускатель крови из свиней. Вот, ну, я не понимаю, вот люди, которые знают английский, как они могут это пить. Так, место происхождения Шотлайде, то же самое. Так, кто у нас изготовитель? Франция, то же самое. Франция, то же самое торговый дом Лабас. То есть, где-то у нас уже это сочетание фигурировано. Я уже посмотрю. Пожалуйста. Наш аутсайлер. Какие бутылки-то одинаковые? Я не вратил внимания на производителя. Потому что бутылки вообще просто идентичны. Даже пробки одинаковые. Ну, потому что где-то же я... Я тебе уже сказал, что у меня уже где-то встречался этот... Кто производит? Это та же самая Франция, да. Они из одной и той же... Франция не производит. Франция разливает наш торговый дом Лабас, импортирует. В одни и те же бутылки, да. Да, забирай. Слушай, я вспомнил, где я видел такие бутылки. В кунсткамере. Только там еще что-то плавало. Здесь уже, видимо, это выловили, но... В общем, в принципе... В кунсткамере плавают части тел разных. Поэтому, что Игорь, я очень вовремя вспомнил про это. Но ты меня очень доволен, кстати. Потому что, во-первых, нам попали за 2000 рублей два односолодовых виски. Это уже очень круто. И даже в упражненных вариантах, я считаю, что за эти деньги это прям, ну... Не надо жаловаться прям. Ну, в общем, да, не считая, конечно, последнего места. Вот. Двух последних, я думаю. Вот. Но мы с тобой можем констатировать, я думаю, да, что это все вот явно лучше того, что мы пробовали в КБ в том же ценовом сегменте. Однозначно просто, да. Да. Но не лучше того, что мы пробовали в Минлабе. Минлаб пока у нас в лидерах идет, безусловно, да. То есть, друзья, я просто от всей души благодарю Николая Фритака, который вот честно закупает в бюджетном сегменте виски в разных торговых сетях. Чтобы люди, у которых рядом магазин этой торговой сети понимали, что стоит своих денег, что не стоит, что оптимально по цене, качеству. И пока вот у нас лидирует Винлаб. То есть, последнее место у нас пока держит КБ, красное и белое. Но перекресток, ну, я думаю, где-то посередине пока что, да. Ну, второй после Минлаба, я бы сказал. Второй после Минлаба, да. Но это... Я помню, у них шикарный ирландский виски, очень хороший. Да, да, да. Ирландский вискарей... Добавляют на бочко, очевидно просто. Да, у нас был выпуск девять ирландских вискарей из перекрестка. Они все были удачные. Но я, правда, не уверен, что они все дешевле двух тысяч. Там были, по-моему, и подороже. Там были более дорогие, да. Но были до двух тысяч. Там доходило до четырех, если не ошибаюсь. Но это говорит о том, что в перекрестке нормальный выбор. Друзья, мы, конечно, не остановимся на этом. Мы продолжим обязательно серию этих изысканий и дойдем до других торговых сетей. Николай обещал покупать, продолжать там бюджетный сегмент, и мы будем пытаться там находить что-то удачное. Для того, чтобы хоть как-то компенсировать Николаев вот эти вот затраты, вот эти вот страдания во время дегустации, да, вам, в общем, особо ничего сложного делать не надо. Просто подпишитесь на его канал. У него интереснейший канал, который называется Free Так Media. Вот. Это взгляд юриста на происходящее в мире. Но если вас не интересует происходящее в мире, а интересует только алкоголь, то, соответственно, там идет прекрасный сериал с Аркином Тузмухамедовым, который называется? Называется Виски Клуб. Виски Клуб. Виски Клуб, да. Где и самые популярные, и самые известные виски, но также сигары, коньяки и разные прочие классные штуки, которые делают нашу жизнь, ну, чуть-чуть разнообразнее, вкуснее, интереснее. Вот. Хотя, конечно, если вы не пьете, то, ну, в общем, вашу жизнь это уже никак не изменит. В любом случае, я вас призываю ставить лайки, подписываться на канал, и обязательно жать колокольчик, колокольчик маленький внизу, вот, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо, что досмотрели. Всего вам. Предлагаю финишировать с Ярхедом. Ура. У тебя Ярхед? У меня победил Ярхед. У тебя он в 8-м месте стоит. Ты хочешь, чтобы я им сейчас чокался? Конечно. Подожди, у нас первое место. Игорь тоже может ошибаться, друзья. Посерд, это номер 3. Вот у меня номер 3, я его и поднял. Ваше здоровье, дорогие друзья. До свидания.